Проект для нее объединяет мам воспитывающих детей с особенностями здоровья по всей России. К нему присоединились уже 40 регионов. Мордовия исключением не стала. 7 апреля женщинам устроили День красоты. У нас была создана в соцсетях анкета. Ее заполнили более 30 мам. Мы выбрали на сегодняшний день, но это же опять же не окончательное. То есть мы будем это продолжать. Трех мам подобрали. К нам присоединились наши партнеры. Это стилист, который подберет им сегодня два образа. Также салон красоты, который преобразил мам. И, конечно, огромная помощь визажиста и фотографа. Зачастую этим мамам не хватает возможности для реализации собственного потенциала и общения. Они ответственны за здоровье близких людей и порой жертвуют собой и своим временем. В такой благородной миссии мамам воспитывающих детей с особенностями здоровья как никогда нужна поддержка. Духовная и нравственная реабилитация – то, что нужно для подъема духа и восполнения утраченных сил. В рамках проекта для нее подготовили целую программу. Работу с косметологом, визажистом, флористом и многое другое. В свою очередь мы тоже как музей изобразительных искусств, который предлагает большую такую арт-терапевтическую программу с, опять же, такими мастер-классными субботами, которые у нас объявлены в музее. И всегда можно прийти, порисовать. А вы знаете, что арт-терапия, она моментально разгружает мозг, моментально переключает его и заставляет совершенно по-другому, какой-то ход мысли будет совсем другой. На арт-терапии можно своими руками создать украшение, памятную открытку или даже расписать шарф. Но это мамам только предстоит. На сегодняшний день задача – почувствовать себя чуть женственнее и увереннее в себе. Образы участницам проекта подбирали индивидуально, в зависимости от предпочтений и образа жизни. Мы будем преображать наших участниц, делать из них ярких, красивых, интересных девушек, потому что жизнь у них довольно-таки, я думаю, сложная. Они очень многозадачные и совсем не остается времени для себя. Сегодня мы им предоставим такой шанс быть красивой принцессой. Пускай будут солнечные, яркие, так как на улице весна, поэтому я думаю, что им будет интересно и самим. И, конечно, от этого повышается и самооценка. Постепенно участие в проекте примут все желающие мамы, воспитывающие детей с особенностями здоровья. Возможность взглянуть на себя с другой стороны, получить новые знакомства, поделиться собственным опытом и просто ненадолго отвлечься от повседневных дел. Участие в проекте абсолютно бесплатно. Маму особого ребенка можно сравнить, как из мультика, с той обезьянкой, которой хватает детей, и на себя у нее не остается времени, а она уже спит на ходу. Вот то же самое, наверное, с мамой особого ребенка. А здесь, когда Наташа предложила проект, я согласилась поповывать. Но это что-то новое такое, понимаете. Это перемены к лучшему, можно сказать. Можно поменять даже свой стиль одежды и дать немножко себе, наверное, отдохнуть, почувствовать себя другим человеком. Красивые и счастливые женщины завершают свое преображение на дефиле. Ирина Суконкина, Народные новости.